Последние дни войны. Конец зимы и весна 45-го года на страницах Куйбышевских газет, какими их увидели наши коллеги, фронтовые и тыловые корреспонденты. На Братиславском направлении войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городом и железнодорожной станции Топольчаны, а также заняли более 100 других населенных пунктов. Юго-западнее озеро Болотон, войска 3-го Украинского фронта развивали успешное наступление. Советские части, действуя совместно с болгарскими войсками, прорвали вражескую оборону на подступах к центру нефтяной промышленности Венгрии, городу Надьканижа и ворвались на его восточные окраины. Сильным ударом с трех сторон наши войска нанесли немцам тяжелый урон и вынудили их поспешно отступить. Город полностью очищен от противника. Новости тыла. В совхозе «Канаж» подведены итоги социалистического соревнования за первый квартал текущего года. План ремонта тракторов выполнен на 114%, сельхозмашин на 121%, план завоза горючего выполнен на 152%, живое тягло в хорошем состоянии, совхоз обеспечен кондиционными семенами. Коллектив совхоза обязался перевыполнить годовые планы сдачи мяса и молока и получить 300 тысяч рублей дохода. Военкуры на Балтийском побережье. Крепок камень дорог, что прокладывали немцы к этим портам, морским крепостям и базам. Но, кажется, даже камень прогибается под тяжестью нескончаемого потока наших пушек, танков, колонн, завершивших разгром противника у Дангцингской бухты. Это незабываемые дни. Какие встречи, какие разговоры, песни, как весело блестят глаза на лицах наших бойцов. Вот выскочил из автомашины гвардейц с медалями во всю грудь и бросился обнимать автоматчика в расписном маскировочном комбинезоне, шагающего с пехотной частью. До Великой Победы оставалось 36 дней.